Для того, чтобы действительно разобраться в проблеме преемственности и прерывности в библейской истории, мы для начала должны освоить феноменологию. Феноменология — это философское направление, это инструмент познания. Мне нравится, как ее сущность кратко, но довольно точно выражена, вероятно, величайшим раввином прошлого столетия с точки зрения философского и богословского знания Авраамом и Ешуа Хашелем в классическом произведении с названием «Пророки», вышедшем в двух томах. Он трактовал феноменологию как познание того, что видишь, а не исследование того, что знаешь. Познание того, что видишь, а не исследование того, что знаешь. Это означает, что Библию следует читать так, чтобы стараться понять ее содержание, а не так, чтобы вычитать там то, что нам уже известно из других христианских источников. Позвольте показать это на примере. Следует разграничивать экзегезу и айзегезу, если разница вам знакома. Экзегеза – это толкование библейского текста, в отличие от привнесения в текст того, чего там нет – айзегеза. Мне довелось служить у прекрасного священника пару лет. Имени называть не стану. Сейчас он епископ в англиканской церкви. Замечательный благовестник, основатель церквей. Ему нравилось толковать Библию. Итак, мы служили вместе в одной большой церкви. Он проповедовал по книге Бытие, по книге пророка Исаии, по Евангелию от Марка. Я отлично помню эти серии проповедей. В отношении этих многочисленных проповедей интересно отметить, что в каждом отрывке Бог говорил одно и то же. Будь то Бытие, Исаии или Марка. Что же Бог говорил? А говорил Он, «Тебе нужна тишина и уединение». Ежедневное чтение Библии и молитва. В интерпретации этого священника во всех этих текстах Священного Писания Бог указывал на необходимость христианского общения и благовестия. С точки зрения Авраама и Ишуа Хашеля, это неверный подход. Проповедник делал выводы не столько на основании текста, сколько привносил в него свое библейски обоснованное евангельское учение. Особенно в толковании посланий Павла. Так вот, делал он это независимо от его содержания. При этом было неважно, что изучается. Тора, пророки или Евангелие. Вот это и есть отрицательный пример. Пример при внесении в библейский текст иного содержания, которое вполне возможно имеет библейское основание, только иное, отличное от исследуемого фрагмента. Мы же должны научиться видеть тот смысл, который заключен в самом тексте. Это дескриптивный или описательный аспект библейского богословия, который не представляет существенной трудности. Систематическое же богословие носит предписывающий характер. Оно говорит, в свете всего изученного, давайте сформулируем, во что мы, как христиане, должны верить. Библейское богословие этим не занимается, его интересует само содержание Писания. Ему важно выявить динамику обетования, исполнения, увидеть, как разворачивается этот план, что и как обеспечивает данное развитие, какую роль во всем этом играет Завет. Все это, как мне кажется, невероятно занимательно. Мы подходим к Библии не как к некой доказательной базе, откуда мы можем извлечь любую мысль, независимо от контекста. Изучение Библии предполагает исследование только ее содержания, того, что внутри. При таком подходе к Библии фундаментальным становится следующее. Мы можем считать это не только феноменологией чтения, не только изучение находящихся там феноменов как таковых, но это также и поучительное чтение, которое направлено на приобретение мудрости. В чем же заключен здесь компонент мудрости? Что придает такому чтению поучительный характер? С одной стороны, это определенное отношение, но с другой и определенная деятельность. И здесь я исхожу из ветхозаветного понимания мудрости. Учитывая это, с каким отношением следует читать Библию? Со страхом Божиим. Притчи 1.7. Начало мудрости – страх Господень. Таким образом, надлежащее чтение Писания должно характеризоваться именно таким отношением. Но это только одна сторона. Мне нравится, как об этом говорил Жан Кальвин. Мы должны понимать, что живем то есть пред Богом. Итак, мы ходим пред Богом. И Писание мы читаем пред Богом. Начало мудрости – страх Господень. Однако отношение к Священному Писанию как к источнику мудрости – это еще не все. Я употребляю такие термины как поучительный на наших с вами занятиях, потому что подозреваю, что в дополнительных источниках по теме курса вы все равно с ними столкнетесь. Поэтому разумно предварительно ознакомить вас с ними в подобном контексте. Итак, чтение Писания подразумевает не только отношение, но и деятельность, которая крайне необходима для того, чтобы приобретать мудрость в понимании Писания. Притча 6, стихи с 6 по 11, прекрасная иллюстрация того, о чем я говорю, то есть сопряженной с чтением Писания деятельности. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Помимо всего прочего, быть мудрым в Писании значит уметь по-настоящему видеть смысл написанного, выявлять образцы и модели, при этом с должным отношением. Итак, нам есть чему поучиться у муравья. Описанные отношения и описанная деятельность должны характеризовать должное изучение Священного Писания. Он позволит нам увидеть как диахроничность, так и линеарность и развитие. Таким образом, с каким бы текстом Писания мы не имели дела, следует попытаться определить его место в истории спасения, или, как привык выражаться я, найти его место в истории искупления. И как в свете этого следует трактовать значение данного текста? Имеет ли он отношение к истории сотворения, грехопадения? Как он относится к истории искупления, в прошлом, настоящем или будущем? Имеет ли этот текст отношение к исполнению замысла? Являет ли он собой пример преемственности или прерывности? Возьмем, к примеру, Левит 14. Позвольте процитировать небольшой фрагмент этой главы, начиная со стиха 33. Будем исследовать этот текст до 53 стиха. Возможно, я предложу своеобразное резюме. Итак, вы в Ханаане, вы в земле обетованной. Вы находитесь в доме, но в доме болезнь или язва. Это, конечно, может звучать несколько странно, но если обратиться к пособиям и комментариям, то понятно, что речь здесь идет о плесени. Речь идет о нездоровом доме. Дома тоже могут болеть. И к тому же заражать тех, кто в них живет. Климат здесь довольно хороший. Но я пришел к выводу, что, например, в Чикаго, возможно, и где-то еще в США, жить в домах может быть опасно из-за плесенного грибка. Или, попросту говоря, из-за плесени. Наши друзья долгое время служили в студенческой церкви Уитон. Относительно недавно они вышли на пенсию. Так вот, им пришлось даже выехать из дома. И довольно надолго из-за того, что там буквально расцвел грибок, который надо было выводить очень ядовитыми химикатами. Они поняли, что что-то не так, когда умерла их третья собака. Дом был токсичен, и умерла она как раз-таки от последствий распространения в доме плесени. Вот поэтому там пришлось устроить дезинфекцию. Итак, в результате всего этого дом оказывается больным. В подобной ситуации, согласно книге Левит, следует позвать священника, чтобы тот вылечил дом от болезни. При этом, как мы видим, он выступает в роли санитарного врача, который после дезинфекции объявляет дом чистым. Вот об этом говорится в тексте. А что, если в вашем доме появился грибок? Вы будете звать пастора? Чтобы он, скажем, возложил руки на водопровод? Как вы поступите? Вывод очевиден. Данный текст служит примером скорее прерывности, чем преемственности. Конечно, в то время, в Древнем Израиле, такие мероприятия выглядели вполне логично. И тем не менее, этот вопрос требует определенного анализа. Образцом чего он выступает, преемственности или прерывности? Находит ли он свое дальнейшее развитие или остается в прошлом? Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com О какой стратегии лучше всего придерживаться? Рекомендую вам прочесть Туру, книги Моисея, далее ранних пророков, исторические книги, например, четыре книги царств, а затем поздних пророков, Исайю и так далее. После этого переходите к Писаниям. Интересно отметить в отношении еврейской Библии, во всяком случае, ее современной структуры, что Писание составляет в ней заключительную часть, назовем ее так, из трех основных частей. Первая и вторая книги Паралипомена, а также такие книги, как Даниила, входят именно в Писание. А не в исторические хроники или пророков. Так вот, что интересно отметить. Если читать еврейское священное Писание в этой последовательности, то последней оказывается вторая Паралипомена, глава 36. Напомню, это Ветхий Завет еврейской Библии. Вот что здесь написано. «А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, и здесь уже прослеживается структура исполнения обетования, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему Царству Своему словесно и письменно, и сказать, «Так, — говорит Кир, царь Персидский, — «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Итак, еврейское священное Писание заканчивается эпохой Вавилонского пленения. В самом конце царь говорит, «Пусть народ возвращается». По-настоящему изумительно здесь то, что если прочесть первую и вторую паралипоменон, то станет совершенно очевидно, что написаны они уже после возвращения еврейского народа домой. Об этом свидетельствуют родословные. В этих книгах упоминаются те, кто возникнет на исторической сцене уже по окончании пленения. О чем же это говорит нам? Эти книги носят не столько исторический, сколько богословский исторический характер. Они раскрывают нам Бога и Его обетование. Содержат они и оценочные суждения на тему, каково это — возвращаться из плена. Другими словами, царь говорит, «Да, теперь вы можете возвращаться в землю обетованную». Хотя, по сути, вы еще остаетесь в плену. Если вы знакомы с историей, то помните, что восстановленный после возвращения пленников храм сначала заставил людей рыдать, поскольку в сравнении с храмом Соломона он был крайне непригляден. Богословская мысль здесь такова, можно вернуться в землю обетованную, однако не стоит думать, что все божьи обетования уже исполнились. Это главное, что нужно понять. Такое наблюдение кажется мне крайне интересным. Повествование заканчивается на ноте ожидания. Подобным образом, канон современной протестантской Библии завершается книгой пророка Малахии, не так ли? Малахии 4, в конце которой можно поставить скорее многоточие, чем точку. Здесь звучит ожидание, ожидание Я Господня, ожидание возвращения Ильи. Другими словами, в этом завете с его последовательностью книг, свойственной протестантскому канону, в конце также звучит нота надежды. Подобным образом, в ожидании и надежде оставляет своего читателя и канон еврейской Библии. То же самое можно сказать и о Новом Завете. На какой ноте оканчивается он? Приди, Господь Иисус! И опять-таки здесь звучит надежда. Как Ветхий Завет в его еврейском или протестантском каноне, так и Новый Завет, проникнуты темой обетования и осуществления. Обетование, которым еще надлежит исполниться, и осуществление, которое еще впереди. Вот такие богословские структуры пытаются раскрыть библейское богословие. Это отвечает на ваш вопрос? Еще какие-нибудь вопросы по теме предыдущей лекции? Есть? До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...